Монархические настроения Монархистов, которые начинают пропагандировать самые разные направления извращенной мысли И разнообразные секты псевдо-монархистов морочат людям головы И они начинают мыслить так, как их заставляет вот эта подложная структура Каждая структура в свою сторону начинает склонять монархические настроения Смущенный русский дух подчиняется вот этим манипулятивным технологиям Я все время ищу единомышленников в области монархического движения Но все время нарываюсь на одно и то же Лишь бы в России не было монархии Вот это основное настроение монархистов Вроде бы люди русские, вроде бы русскоязычные И даже истории интересуются И нынешний режим не признают И сергианство в нынешней московской патриархии не признают Или как-то негативно к нему относятся хотя бы на словах Но обязательно надо соскользнуть в какую-нибудь вонючую зловонную яму Клеветы, подлога, всякого бреда и так далее У меня такое ощущение, что стоит рекомендовать будущему национальному диктатору Выкосить прежде всего вот эту нечисть Потому что люди превращаются в самых настоящих извращенцев Русофобов и клеветников И клевечат они прежде всего на династию, которая дана нам Богом И которую наши предки приняли как единственную возможную Династию Романовых Выдумывают, черт знает что И здесь очень велика роль вот этой клеветнической кампании Секты Михаила Назарова Я с ним не поддерживаю никаких отношений И чем дальше, тем больше уверяюсь в том Что деятельность его и его секты крайне вредна Поскольку она поставляет в смущенные мозги русских людей Самые извращенные идеи Одна из которых это отречение от соборных крылятвы 1613 года Романовы все погибли, поэтому будем выбирать Будет земский собор и мы выберем монарха Кроме Путина вы никого выбрать не сможете Это точно Люди не понимают, что монархия это дело божеское, а не человеческое Абсолютно не в состоянии понять И вот одна из подложных сект, которая как раз использует Назаровские бредни, оформленные в толстенной книге Читать их нельзя и невозможно И русскому человеку я не рекомендую Это вредоносное чтение В такую секту я как раз заглянул Но не очень-то интересовался Пока так случайно там не оставил свой комментарий Секта эта продвигает в качестве потенциального монарха В России, лишь бы только незаконного Некого Ростислава Романова Якобы наследника престола Ну так они считают, что это вот Ну а что, хороший человек для рассмотрения на земском соборе Живет он в Париже Я не проверял, но якобы он происходит От его родословия восходит к сестре Николая Второго Это означает просто-напросто, что ни малейших шансов по закону быть ему наследником престола невозможно Его брак собственный, которому и посвящена была публикация Очевидно марганатический Никому неизвестную даму он взял в жены Это его личное дело К России и Руси никакого отношения он, конечно, не имеет Но очень удобная фигура, как в свое время продвигали Майкла Кентского Который также никаких прав на престол не имеет, ни малейших Есть закон Российской империи престола наследия Это воля всех предшествующих императоров Начиная от Павла Первого, который эти законы о престол наследии Сформулировал и воплотил в жизнь Кончая русским императором, который сейчас принято говорить крайний Значение русского слова последний В том числе это просто последний по времени Николая Второго Это воля государя, это воля императорской государственной власти Закон, неумение жить по этому закону или следовать его Это отрицание монархии для России в будущем Полное отрицание И вот основные деятели я посмотрел Посмотрел страницы людей, которые эту группу ведут Это пустые страницы, ни одной личной публикации Человек, который обозначен как контакты Это вообще просто издевательство На фоне императорского флага Последнего флага, который должен был быть закреплен решениями После Первой мировой войны Стоит такая фигура в стиле аниме японская Это аватарка этого человека Естественно там все данные фиктивные Ни одной публикации, никакого личного переживания Ни монархии, ни текущих событий, ничего То есть пустышка-подложка Второй человек, с которым я конечно не должен был вступать в дискуссию Потому что полный подлец Я посмотрел Он как раз предназначен для того, чтобы все разумное поливать грязью Ну и вот я вошел и написал Потомок не обязательно наследник Или потомок просто не наследник И данный потомок, вот этот Ростислав Мараманов Конечно же никакой не наследник российского престола И может претендовать на него только в том случае Если будет фиктивная монархия За что собственно и выступают люди Одни по ошибке, а другие сознательно включенные в эту группу Ни одного человека со светлой головой я там не нашел Там есть даже еще один юромонах Ну как-то мы с ним побеседовали Вроде он что-то такое соображает Я ему говорю, книжки Назарова в топку В топку, потому что это не наука Это не юридически обоснованные сведения и выводы Это просто вкусовщина И сам Михаил Назаров вообще, извините, черт знает что Вот в полном смысле слова И все его книги должны быть брошены в топку Настоящим русским монархистам Ну как-то вроде бы я ему доказал Что нельзя пользоваться этими источниками Что там сплошное вранье и домыслы Вранье и домыслы Вот это либералистические домыслы И прожидовленные мысли Остальные, ну это просто чумное болото Они говорят, это наш дом Что ты здесь нам в свои порядки пытаешься устроить Да это не дом, это нужник какой-то Загаженный русофобией, клеветой на монархию в том числе И вот такие подложные монархисты У нас пытаются смущать мозги людей Я начал про того человека Который стал публиковать клевету теперь уже и на меня Мало того, что там оскорбляется монархия, оскорбляется династия Еще и на меня клевету начал Я посмотрел его страницу Это тоже пустышка Вообще ничего Ничего о монархии, ничего о себе Пустая страница Только репосты какой-то левой группы Непонятно какой Братцы мои, настоящие монархисты Смотрите, куда вы записываетесь, к кому вы попадаете И тест один Если законы Российской империи для этих людей ничто Никакие они не монархисты Это люди либо играющие в монархию Такие вот реконструкторы Якобы монархисты Ну чтобы соригинальничать что ли Или то не нравится, это не нравится Ну что же найти Ну давайте мы поиграем в монархию Вот такие игровые монархисты Это конечно никакие не монархисты От них разит совком просто на версту Ровно такое же поведение Как и у самых отъявленных сторонников Там Сталина, Ленина, большевиков СССР и так далее Вот эти выходцы оттуда Это не монархисты Не монархисты Тестовый вопрос Это вопрос о престолонаследии И уважении к имперскому закону Воле российских императоров Как должна строиться власть Если у вас нет понимания этого вопроса То вы не монархисты Вы просто так интересующиеся монархией А в политическом смысле монархист Это тот, кто следует воле последнего императора И понимает, что Россия может быть монархией Только в том случае, если по императорскому законодательству Определен наследник И этот наследник порождает следующих наследников Наследник определяется в каждый момент времени По закону А не по воле какого-то там Неизвестно когда и кем Собранного земского собора А соответственно монарх Никакой воли земского собора Не может быть возведен на престол Земский собор может только Определить законного Природного царя Как было сказано в 1613 году Природного царя определить И призвать его на служение Потому что он может не знать о том Что это служение для него Богом предназначено И в каждый момент времени это можно сделать И сегодня можно сделать Нравится кому-то, не нравится Знает он или не знает этого монарха Это не имеет никакого значения Наследник всегда один По закону Никакой конкуренции быть не может для этого И создан был этот закон На престол наследие Чтобы не было никакой конкуренции Есть единственный один И ваша воля здесь не действует Эта воля следует Божьей воле Выбору который был сделан в 1613 году Соборная клятва и анафема Соборной клятвы распространяются И на наши времена А для кого не распространяется То ты не монархист Если у вас есть какие-то мысли Как по закону кто является Наследником То это одна сторона А если вы начинаете выдумывать Мне этот не нравится Я ищу тут мне Какие-нибудь доводы Вот в стиле Назарова А кто-то сказал Кто-то из либерастов заявил Что значит Двоюродный брат царя Унаследовавший от него После его гибели престол Он где-то там с красным бантом ходил Во-первых это вранье Вранье вот чисто Назаровское вранье Взятое от либерастов Которые тогда же Об этом и публиковали Но специально для этого делалось Вот публиковали там Подложные интервью Публиковали все что угодно Хотя это не имеет Никакого значения Есть такой судья Который объявляет А тогда он лишается Прав на престол Ты кто? Ты кто? Ты кто такой Чтобы определять Даже за тот же Земский собор Которому ты там Поклоняешься Был бант Не был бант Имеет это значение Или не имеет значение Для нас имеет значение Воля императоров Выраженная в императорском законе Не хотите ее понимать? Так и скажите Вы не монархисты Вы просто игруны Вы просто исторические реконструкторы Как хотите так реконструируете Как вам вздумается Поэтому политически Вы для монархического движения Никто А духовно я посмотрел С этими людьми Пообщался Это конечно мертвяк Полный мертвяк То есть это и не православные Никакие Это люди Вообще просто Даже не понимающие Что такое Аристократизм На основе Этики Аристократии И основа на общении Они не способны Общаться Им только Вот Грязной тряпкой В морду Сунуть Тогда они Чего-то начинают Соображать Но их соображение Выливается В площадную брань Вот по-другому Они не умеют И вот эта секта Ростислава Романова Явно подложная Явно созданная Не для продвижения Монархической идеи Делает свое гнусное дело И обращаясь к монархистам Настоящим Я призываю к тому Что смотрите С кем вы общаетесь 99% всех групп В сети Которые посвящены Монархии Это фальшак Я это проверял Много раз Много раз Пытался затеяться С общением Предложить там Встречу Переписки И так далее Никто не способен На это Потому что Все это Ложь Все это Ложные структуры Все просто Вот Можете Не ошибетесь Если Из своих подписок Вычеркните Все без исключения Потому что Там нет Нет монархистов Так же как и русских людей Может быть Один процент В России остался Так от одного процента Один процент Настоящих монархистов Остальные Это все Мусор Это мусор Который забивает Ваши мозги Который Фальсифицирует Монархическую идею Фальсифицирует Или не допускает До Политического Действия Монархистов Превращает их В Кукольный театр Каждый Монархист Становится куклой В таких сообществах Есть даже Организации Которые действуют В течение Длительного времени Но там О монархизме Даже и речи нет Я имею ввиду Движение Черная сотня С которыми Мы были близки Партии Великой России Которую я представляю Но Реально Там Монархия Даже и не пахнет Это тоже Такая Игра Игра Причем Которая уже Давно закончилась Какая-то Память Воспоминания О когда-то Существовавшей Игре В монархистов Черносотенцев Все это В прошлом Давным-давно К сожалению Александр Штильмарк Перестал быть И монархистом Да и патриотом Тоже уже Перестал быть Хотя Была еще Надежда Как-то его вытащить И попытки Такие с моей стороны Были предприняты Но нет Все там Все прокисло И все прогнило Видимо Следующие поколения Начнут Монархическую идею Заново Осваивать Заново К сожалению В руки опять попадется Вот это Вот этот мусор Назаровщина Всякая Чепухень Извините за выражение Которая исходит Ну в основном Вот Толстые книжки Они специально пишутся Толстыми Хотя вот Мне тут подарили Одну очередную Очередной Назаровский бред Вот Ну просто такая Помойка Все что там когда-то писал И все в кучу Там какие-то письма Перебранки Там все свалили В одну кучу И не вспоминал бы Об этом человеке Вот Ну тоже когда-то Была надежда Что это человек приличный Вот Секта Совершенно Ужасная Отвратительная В том что В том результате Который От нее исходит Клевета на династию Клевета на монархию И совершенно Шизофренические идеи Самая настоящая Шизофрения Которая поражает Теперь Вот все что касается Этого круга Слава Руси Господи Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»